Дорогие друзья, приветствую вас сегодня на моем втором видеообращении из цикла, посвященного ответам на ваши вопросы. Благодарю вас за положительные оценки первого видео, за оставленные комментарии и вопросы, на которые по мере возможности я продолжу отвечать. Итак, начнём. Первый вопрос. По какой причине в ЗАО «Стойной технологии» параллельно ведётся работа по такому большому количеству направлений? Все ли они относятся к технологии EHT? А если нет, то не является ли это нецелевым использованием инвестиций? Могу подтвердить, что все 100% денежных средств, поступившие в «Юнистский стринг-технологический инк», используется только целевым образом. К сожалению, многие инвесторы не понимают полностью, во что же именно они инвестируют. Давайте разберёмся в этом вопросе. Например, Илон Маск начал производить электромобиль Tesla, и его инвесторы понимают, во что они вложили свои деньги. Если вдруг Илон Маск начнёт строить автомобильные дороги, мосты, автозаправки и другие элементы транспортного инфраструктурного комплекса под названием «автомобильный транспорт», то он будет обвинён, причём совершенно справедливо, в нецелевом расходе средств. Это происходит потому, что за более чем 100-летнюю историю создания и развития автомобильной отрасли, все её ключевые элементы давным-давно распределены и поделены между многими частными компаниями и государственными структурами. Одни компании проектируют автомобильные дороги, другие компании кладут асфальт, третьи строят мосты, четвёртые выпускают автомобили, пятые эксплуатируют и обслуживают дороги, шестые строят автозаправки, седьмые строят нефтепрорабатывающие заводы, выпускают бензин и дизельное топливо и так далее. Конечно, мы можем заказать проектированное изготовление беспилотного электромобиля на столе на стороне. Но как вы думаете, сколько он будет тогда стоить и какое количество времени для его производства понадобится? Ведь юнимобиль по своей инженерной сложности не уступает самолету. Ответ очень простой. Более 100 миллионов долларов и не менее 5 лет на каждую модель беспилотного электромобиля. А ведь мы, начиная с 2015 года, уже спроектировали, изготовили и испытали 15 принципиально разных юнимобилей. Еще несколько моделей грузовых, городских и высокоростных подвесных и навесных юнимобилей находятся в стадиях проектирования и изготовления. И это неудивительно. В том же автомобильном транспорте, как в мировой транспортной отрасли, уже созданы тысячи, даже, наверное, десятки тысяч моделей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, микроавтобусов. Возникает и такой вопрос. А как на стороне осуществить контроль на каждом этапе проектирования, изготовления и испытаний принципиально нового подвижного состава, отличающегося и от автомобиля, и от поезда, и от самолета? Ведь никто, кроме нас, разработчиков UST, в принципе, не способен понять, что за зверь такой. Беспилотный электромобиль на стальных колесах для движения по предварительно напряженной, гибкой, рельсо-струнной транспортной стакане. В беспилотном рельсом электромобиле, который мы назвали юнимобиль, тысячи деталей и узлов, как и в самолете. А от болтов и гаек до медных проводов и редкоземельных магнитов мотор-колес. Например, в юнимобиле десятки километров проводов и электрических кабелей, которые необходимо по определенной архитектуре собрать в жгуты, причем индивидуально, для каждой модели машины. Если это не сделать правильно, то гарантированно аварии с человеческими жертвами. Поэтому у проектантов должны быть также архитекторы электрических жгутов, а на производстве высококвалифицированные слесари-электрики, сборщики этих жгутов. Или взять, например, любую модель мотор-колеса, где сотни метров специальных проводов в катушках статора и сотни редкоземельных магнитов особой конфигурации, размещенных в специальных гнездах специальной конструкции ротора. Мотор-колеса для каждой модели юнимобиля у нас свои, свои конструкции, своя мощность, свои обороты, свой крутящий момент. И это сложнейшее электротехническое оборудование, создать которое не под силу каждой компании, даже крупной. Ведь наряду с двигателем должно быть создано и не менее сложное и не менее важное управляющее оборудование, инвертор. Причем для каждого конкретного двигателя, потому что без инвертора двигатель просто не будет работать. Поэтому у нас есть и электротехническая лаборатория, электротехническое конструкторское бюро и соответствующее испытательное подразделение. Если рассмотреть силовой каркас юнимобиля, он должен быть прочным, долговечным и легким. Тремя к нему, например, на уровне предъявляемому несущему каркасу самолета. Например, приводы, ходовая тележка, даже в трамвае, самые сложные, важные и дорогостоящие элементы. Подвеска старого колеса в юнимобиле существенно отличается и от автомобильной, и от трамвайной. Уникальная аэродинамика наших машин отличается от аэродинамики и автомобиля, и самолета. А еще у нас есть бортовая система автоматизированного управления в юнимобиле, система автоматического пожаротушения, система эвакуации пассажиров из остановившихся на высоте транспортных средств и многое другое. И все это в собственной разработке. На мировом рынке ничего этого нет, и это невозможно где купить. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Поэтому только по подвижному составу должно быть более 20 специализированных конструкторских бюро, отделов и лабораторий, укомплектованных высококлассными узкими специалистами. Причем отдельно по городскому пассажирскому подвижному составу, отдельно по высокоскосновому международному направлению и отдельно по грузовому. Кроме того, перевозка контейнеров юниконтами – это одно решение, а шипучих грузов юнитраками, юнитранцами – совсем другие инженерные и технологические решения для грузовой логистики. Это принципиально разные решения, и они отличаются друг от друга примерно так же, как, например, грузовой самосвал и грузовая канатная дорога. Возьмем нашу «Анконопору», испытывающую горизонтальную нагрузку порядка тысячи тонн. Это ведь вес 20 тяжелых танков. Приложен на высоте порядка 10 метров, а то и выше. Если ее неправильно спроектировать, то она либо сломается, либо упадет под такой большой нагрузкой, либо поедет по грунту, вздыбливая его, как мощный бульдозер. Во всех таких опасных случаях, если они произойдут для протяжерщиков, это однозначно тюрьма. А регионический стримтехнологический – это банкротство и обнуление всех ваших инвестиций. Поэтому у нас должны быть специалисты по проектированию фундаментов, знающие не только прочностные свойства бетона и арматуры, но и посылающего грунта. А их ведь на планете десятки видов. Есть еще, например, анкерные узлы, испытывающие сосредоточенную нагрузку в 1000, а то и более тонн. Опорный узел промежуточной опоры, на который крепится или подвешен пролет, например, километровой длины и весом более 100, иногда и более 200 тонн. Предварительно натянутые десятки, а то и сотни мощных струн и многое-многое другое. Не стоит забывать про прочностные, статические и динамические расчеты нашей уникальной, предварительно напряженной, неразразной и статически неопределимой транспортной эстакады. Поэтому только по рельсострунной эстакаде должно быть более 10 конструкторских бюро, отделов и лабораторий, укомплектованных высококлассными узкими специалистами. Что касается транспортной инфраструктуры, то и здесь у нас свои уникальные стрелочные переводы, уникальная контактная сеть, своя автоматизированная система управления, особенное электропитание и связь. Станции, вокзалы, грузовые терминалы, депо тоже должны быть своими, особенными, ведь они размещены на втором уровне и не могут быть заимствованы из железнодорожного и автобильного транспорта или из авиации. Поэтому только по инфраструктуре должно быть не менее 10 конструкторских бюро, отделов и лабораторий. Повторюсь, если все эти работы дат на аутсорсинг, то задумайтесь, о каком качестве, каких расходах и временных затратах тогда может идти речь. О миллиардах долларов и десятках лет? Есть еще и другие отделы, которые не занимаются разработкой транспорта, но без которых любая компания просто не может гармонично функционировать. Это юридический отдел, отдел снабжения, патентно-лисионная служба и другие. Поэтому если неправильно организовать работу группы компаний вести и при этом нецелевым образом использовать инвестиции, то ничего прекрасного и даже просто ничего хорошего никогда не будет. Именно поэтому в структуре юнистской строительной технологии Инк в настоящее время более 60 подразделений, конструкторских бюро, отделов, лабораторий, служб, управления. Со временем при выходе на большое количество адресных проектов штат главной инженерной компании будет расти примерно на одного сотрудника на каждый километр ежегодно проектируемых и строящихся дорог ввести. Тогда, например, при выходе на тысячу километров струнных дорог в год только штат проектного управления нашей инженерной компании Юнистской строительной технологии Инк в настоящее время там работает менее 100 специалистов должен вырасти примерно до тысячи человек. Иначе заказы на проектирование строительства струнных дорог не будут выполнены из-за нехватки кадров. Говорю как специалист в области транспорта, как инженер путей сообщения. Я работал в виде проектных организаций и знаю что это такое. И это управление, вот наше нынешнее проектное, будет преобразовано тогда в будущем в отдельное юридическое лицо. Проектный институт ЮСТ с филиалами в разных странах мира. И собственниками этого будущего проектного института, как и ЮСТИ Инк, станут наши инвесторы. Второй вопрос. Почему нет никаких сведений о финансировании компаний? Непонятно, откуда берутся деньги на развитие. Интересный вопрос, конечно. Вот начиная с 2015 года на официальном сайте компании-разработчика транспортно-инструктурных решений ЮСТИ, инженерной компании Юлицкий Стрин Технологичный Инк, доступны отчеты по аудитам, осленные по национальным и международным стандартам. В них отражена информация об активах, собственном капитале, обязательствах, прибылях и убытках компании. Ведь именно сюда, в компании ЮСТИ, где сотрудники в этом здании находятся, в конечном итоге поступают инвестиции от всех наших инвесторов после аккумулирования на платформе Skywalk Community. Именно поэтому она ежегодно проходит аудиты. Которые доступны инвесторам в публичном поле. Мы предпочитаем сохранять критичность лишь в вопросах, связанных с конкретными техническими проектами и с технологическими на мухау. Такая позиция проектована соображениями соблюдения коммерческой тайны и ряда иных обязательств перед инвесторами, а также целями предотвращения влияния информации на переговоры с заказчиками и неразглашение стратегических планов своим основным конкурентам. В то же время информация о доходах и расходах основных компаний, группы компаний ЮСТИ не является коммерческой тайной и находится в публичном доступе. Согласно последнему ежегодному заключению от компании «Финэкспертиза БелАудит», приведенному в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь об аудиторской деятельности и национальных правил аудиторской деятельности, бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существующих аспектах текущее финансовое положение компании ЮСТИИНК, финансовые результаты ее деятельности и изменения финансового положения, в том числе движения денежных средств в каждом календарном году. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание и предоставленную возможность пообщаться с вами, пусть и онлайн. Я продолжу отвечать на ваши вопросы в моих следующих видеообращениях и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok